Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Трамп назвал Камалу Харрис тупой как камень. Американские СМИ неоднозначно комментируют новость о вероятном выдвижении Камалы Харрис на пост президента США от Демократической партии. Сама Камала минувшей ночью выступила на предвыборном митинге демократов в штате Делавер и отметилась на нем коротким заявлением, которое явно не походило на ее предвыборную программу. Выйдя на сцену, Камала заявила, что ее переполняют смешные чувства и что она любит Джо Байдена. Анализируя эту короткую фразу, американские СМИ предположили, что Камала продолжит линию действующего президента. Оценивая Камалу, многие сомневаются в ее способностях руководить страной. Эксперты отмечают, что Камала окружила себя советниками во многих областях, но при этом до сих пор неизвестно, чем конкретно она занималась в администрации Байдена. Экс-президент Трамп в своей соцсети Trump Social назвал Камалу тупой как камень и злобной. Это является плохой комбинацией. Мысль Трампа-старшего развил его сын. Он заявил, что Камала еще более либеральна, но при этом еще менее компетентна, чем Байден. Она настолько некомпетентна, что Байден поручил ей только охранять государственную границу, после чего американцы стали свидетелями самого страшного вторжения нелегалов в истории. Ситуации в итоге пришлось вмешиваться Байдену. Он с горем пополам границу прикрыл, но поплатился за прокол Камала снижением рейтинга поддержки в Южных Штатах. Несмотря на то, что Камала четыре года занимает второй по значимости в государственный пост США, о ней мало что известно. Родилась она в семье иммигрантов, ее мать родом из Индии, отец – Ямайки. Родителям Камалу удалось в конце 60-х годов отдать ребенка в школу для белых детей по программе интеграции расовых меньшинств. За счет этого Камала получила неплохое образование. Тем временем портал Аксиос сообщил, что советники Байдена считают Камалу плохим командным игроком. Сообщается, что у нее возникли натянутые отношения со всеми в Белом доме. За четыре года работы Камалы в ее окружении сменились все работники, которые после своего увольнения дружно называли вице-президента плохим руководителем с диктаторскими замашками. В итоге в личностных и деловых качествах Камалы быстро разочаровался Байден, который решил освободить ее от большей части служебных обязанностей, чтобы реже самому контактировать с ней. Эксперты отмечают, что в годы президентства Байдена команда имиджмейкеров неоднократно пыталась раскрутить низкие рейтинги Камалы, однако каждая подобная попытка в итоге приводила к обратному эффекту. Тем не менее, демпартия Камала намеревается поддержать. Ее единственным, но важным преимуществом является высокий рейтинг одобрения ее среди темнокожего и цветного населения Америки.